Вот мы на вокзале в Екатеринбурге. Александр самый первый, кто-то оказался. Остальные где-то здесь, но мы их найти не можем. Сейчас попробуем. Сейчас площадь снимем Екатеринбургскую. Сейчас видео пока. Это видео пока. Сейчас переключу режим и сфотографирую вас. И себе покажи. Осталось полтора часа до отправления поезда. За полтора часа. Почти все в сборе. Так, вот Ирина подъехала с Алексеем. Удачи всем. Алексей нам привез задание по световому агрегату. Значит, ребята, без светового агрегата не возвращайтесь. Хорошо, все договорились. Первый день. Какой фарк? Фарк. Просто фарк. Научили. Или болгарский, или русский. Ну что-то научили. Вот они, они, девять человек, собрались. 91. Я Юдин. Я сразу убываю. Знаю, что получается. Я на русский. Осталось пять минут до выхода с поезда. Все усиленно упаковываются. Куда прибыли? Куда прибыли? В Ивди. В Ивди. Шишига нас ждет, да. Пока дожди не начались. И пока сиди на попе. Пока не доехали до леса. Залог успеха это сидеть на ней ровно. У нас верил, что есть. Что, мне нравится эта машина. Ну вон, смотри, нормально. Снимаю Ирину, как она снимает Теодору. Как она снимает? Да, да. Я так хотела, да, вот. До этого памяти. Ну, как бы, с карты памяти. И отпусти. Сейчас, а есть картинка? Сейчас картинка есть. Изобьете. Спасибо. Ну, здесь яблочки под рукой, а здесь сало под рукой. Сало это мимо меня. Это просто печенье. Я держал? Да. Я здесь фотографию спрашивала. Я здесь фотографию спрашивала. Ну, сейчас. Для людей. Угу. На земли. Цвет. Десять. Основной момент, вот он. Останет. Вот так. Потянуть станишки. тяжелый жили чем стал был чем было а чё добавилось стартуем век жара ужасная сейчас дождичь когда в ней еще тепло в этой сетке нас атакуют насекомые вот они всякие разные прошли совсем немного минут 15 и встали на обед мы будем обедать через каждых 15 минут вот вот такая такая тактика ходьбы у нас вот такие мы вот такие мы туристы дмитрий нас довезда прошли где-то 6 половины может 7 километров нас атакует мошка комары насекомые не жир нет ни да можно их наловить супчик сварить вечером первый вечер натянули на вес развели костер поставили палатки почти поставили вот ольга антонна пьет морс какой подведем итог первого ходового дня александр все фиксирует записывает уже пол записной книжки а всего лишь это был первый день три года три года а ну да три года и один сегодняшний день это моя задняя мысль крайне не паром не задней крайне так теодора переставила палатку уже в четвертый раз зачем-то начался второй день экспедиции ну вот тащите это все на своем хребте я не уверен что это до чем это шамиль он возмущается традиционно он в трусах утром как всегда группа это семья так что я в семейных это нормально форма одежды номер один а чуть по утрам не кусает да и никуда поисчезали так это что такое это вяленый банан это месо вяленое палочки эти яблочные палочки яблочные палочки и орехи это кофе и что-то я думаю молоко но можно доброе утро саша но противозачатшего тут нет есть тоже всегда ольга больно доброе утро ольга так и бомбурный какие-то да 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 саш да у нас три одинаково палатки собраны шамиль решил остаться на этой стоянке на отходе будет замыкающим от медведи нас будет охранять защищать все готово к выходу так это рюкзак александра вот очень рюкзак вот рюкзак теодоры слова у него всякие иностранные на нем написано непонятно что это значит так костер горит шамиль остается а мы сейчас выходим через пять минут это первое для фокус и потом на нужна ваша она веды процесс первое из это похоже пенсеры Думаю, что enough. Не знаю, посмотри лучше. Можно муви сделать. Да, этот как слайд-шоу. Привал. Две ходки сделали со стоянки, на которой ночевали. А сколько? Две. Пришли на стоянку вилка-ложка. Дождь закончился. Сегодня идем под дождем целый день. Вот подходит Ольга Антоновна. Она собирает грибы. Фиолетовый пакет. Он подходит остальные. Сейчас будем обедать. Хочу что-то... Ольга? А, дождь пошел. Ну, будем, да? Может, мы оденемся, а потом продолжим. Ну, давайте оденемся. Паша. Это будет коротко, потому что дождь идет. Прошли год у нас было очень хорошее экспедиция, и я сделала что-то вот здесь, на вилкой-ложке. Они все знают. Но вы новички. И поэтому сейчас я хочу дать подарки. Но это священное мансийское место, да? Подарки духи, милостивит духи, чтобы у нас повезло и с погодой. И с весочкой духи. У милостивит духи. У милостивит духи. Так. И поэтому подарки надо дать. Вот ложка с Лас-Вегаса. Я... Спасибо. Это Лас-Вегаса. Это Sea to Summit. Вот. Спасибо. Каждый год, когда вы со мной на вилку и ложку, будет ложка. А, спасибо за все. Вот твоя вторая ложка, Саша. Не последняя, я думаю. Олег, вот твоя ложка. И здорово. Для много ложки с тобой. Вот, Саша, твоя вторая ложка тоже. А может быть, другой, следующий год будет и вилки. Вилка, а потом штопор. А потом штопор. Ну, а может сначала штопор. Сельманский набор. А потом здесь. Ну, где хорошая экспедиция. Спасибо. Спасибо огромное. Вам спасибо. Спасибо. Хороший праздник. Твоя лента с тропой. О, тропа? Что написано? Пропаупил. Буяну, говорят, вешал. Вот, попросил Шамиря посмотреть. Вот. А вот это что за банка? Не знаю. Странно. Банку зачем-то подвешили. Прогревание пальцев рук. Все показали пальчик. Процесс обогрева. Вот мы на стоянке Юрия Константиновича Кунцевича. Вот они, эти рога, которые мы в марте видели. Тут будем стоять. Наверное, две ночи. Доску посмотрим. Закреплена нормально, не провисла. Все хорошо. Вот и все остальные пришли. Вовсе идет процесс приготовления. Приготовление чего? Что готовить? Чего Бог послал. Что вам Бог послал-то сегодня? Сегодня нам, наверное, рис. Рис? Рис, да. С чем? Рис с чем вы будете есть? У каждого слоев. То есть каждый набрал дома то, что хотел. А, вы просто свалите сейчас рис, каждый по пакетику, а потом в рис добавите то, что любит. То, что любит, да. Я что-то жду, жду Ирина. Она ушла и пропала. Хандрос. Хандрос. А вы с какого города? У нас сборная России. Сборная Солянка. Москва, Питер, Снежинск. У вас спортклуб какой-то? Да. Екатеринбург. Клуб из Екатеринбурга. А, спутник. Мы в марте встречали со спутником. Клон нашей компании. Все аналогично. В марте выбрасывались вместе со спутником. Тоже сюда? Нет, выбрасывались. Выезжали. Отсюда. У вас же до этого спутник вел инструктор Григорий Дятов. Здравствуйте, товарищи туристы. Мы уже тут выпили, запустили. Мы заебались. Пиши, пиши. Снимают. Снимают. Это прямой эфир. Прямой эфир. Более того, это прям транслируется. Поздно пикать. Поздно пикать. Можно приходить к вашему огоньку? Конечно. Так, ты сними, а ты сейчас выкатишься обратно. Да, я нормально уже пивы. Вот эти вагончики. А, он там здесь, да? Да, он нам рассказал, что он точно знает, что случилось. И мы теперь идем и думаем пять дней. Вы с ним там пересекли. Да, да, да. И он, бас, так сказать, парш. Он сказал, что он все знает. Ну, лук взял. И мы такие идем и пять дней думаем, что как-то не вяжется. Ну, рассказывайте. По порядку. Сначала, как у вас все сложилось, а потом, как у вас все разложили. Все, не кольцо. Сегодня 19.07.2023 года. 251-я версия. Мы отвергаем все вот эти КГБшные, Йети, Медведь, НЛО, инопланетяне. Что еще? Манси, бегуязыки. Ну, все вроде из таких экзотических. Остается две версии. Не правда, три. У меня третья. Что? Йети. Йети. Остается банальные такие версии. Это бытовуха, сход снега. Про бытовуху я расскажу. Это мое. Это сход снега, бытовуха и падение второй ступени ракет. Это версия Кирилова. Именно второй. Да. Именно второй. С гептилом. Нет, 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 рядом. Сейчас объясним. Первая до этого падала уже. Первая не долетела. Они же как-то по траектории вначале. Нет, он объяснил. Она, значит, летит, скидывает одну, потом вторую. И там, когда она падает, выжигается весь кислород. И вот они из-за этого выбежали, что им не хватало кислорода. Он нам так рассказал, что должно их было заставить выбежать всех из палатки. Вот. И все. Отсутствие кислорода. Да. Но. Это не наша версия. Но. Но. Есть куча «но». Кислорода не хватало именно в палатке. Нет. Это вообще обычно. Нет, вот они бежали. Они бежали. Нет, он объяснил. Они бежали вниз, пока они смогли дышать. Даты запусков не совпадают с датами. С датами. Это такие мелочи. Не, 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 не. Вот. Ну, для нас это как бы можно сказать. Чувствительно. Поэтому. Ну, это не ваша версия. Это версия Кириллова. Нет, нет, нет. Вы расскажите свою. Наша версия – сход снежной доски. Это твоя? Это сход снежной доски. Это твоя лестка. Да. Они подкопали, поставили неправильно палатку. Это версия «уя». Да. Вас не Буянов зовут? Нет. Они поставили неправильно палатку на склоне. Сошла снежная доска. Все. Дальше уже все понятно. Вас Буянов сюда финансировал. Нет, у меня же другая версия. Да. Бытовуха. Бытовуха, да. Я считаю, что они перепили что-то. И там один другого в темноте. Холодная ночевка. Да ты меня. Да я тебя дракон завязалась. Это самая ужасная версия. Потому что вы немножко не понимаете, что это колено. Нет, у меня дедушка учился вместе с ними на три года младше. Ну как бы я у него спросила, он такой, какой Дятлов, что Дятлов. Ну то есть там так сильно на самом деле это не обсуждали. Нет, ну он просто говорит, что да никто тогда это не обсуждал так сильно. Но вот он и сказал, да они наверное там передрались. Это все. Если вы идете в поход, вот вы сейчас сходили лето, а земной с тебя сходить в поход. Там много намного. И что вы будете сидеть в палатке пить и драться? Ну я вас управляю. У них был серьезный маршрут 300 километров. Его пройти очень тяжело. А потом это не все поколения. Послевоенное поколение, в будущем 10-м. Это интереснейшие, сильнейшие люди. Вы знаете кто был? Игорь Дятлов. Кто они вообще были? Они были инженеры высшей категории, которые даже работали уже на почтовых ящиках. Это немножко другие люди. Судите по сегодняшнему поколению. Понимаете? Они не пили. У них спирт был с собой чисто для медицинских. Пляжей. Да. Которую потом нашли. Шараль с Лобцовым. Которые баладку нашли. И пляжка была целая. Вот. Все. Разнесли. Истина установлена. Нет. Опроснеть. Так, третью версию. Нет. Я же говорю. Это не от меня эта версия. Мне эту версию мой дедушка рассказал. Почему ракетная версия какая-то невероятная? Это только по очереди. А то в МРА это то самое. Даш. Ну что, здесь? Я не знаю. Нет, мы идем. Мы дальше найдем. Пока идет. Дальше пойдем. Ну сейчас лавинную разнесите и пойдем. Нет, почему мне не нравятся ракетные версии? Потому что вероятность падения ракеты там, где стояла повадка, это 0,1%. Следы, да, я тоже самое думаю. Если кирпич с крыши падает наглую, вероятность 0,0% в периоде, так сказать. А падает наглую кирпич и никуда не денешься. Нет, ну с ледой бы вылили. Нет, можно такое. Событие свершилось. Хорошо. А лавинная? Разнесите. А представьте, вот с такими травмами. Вы знаете, какие травмы были у троих человек? Это совместимость жизни. Как бы у Люды Дебринины и у Тиболы Юля практически сразу же, можно сказать, он уже был предмет на судорогах? Массивно-массивно-массивно-массивно-массивно-массивно. Ну, здесь уже нюансы, которые надо прямо проверять. Но чудес же не бывает? Не бывает. Чудес же не бывает? Не бывает. Надо искать какую-то, может быть, природную мачу, много людей, много людей, много людей. Самый основной момент, это из-за чего они выбежали из палаты. Все, все остальное, все объяснимо. Когда это будет понятно, тогда уже будет понятно остальное. Они могли выйти только под воздействием внешней силы. Нет, они еще и вышли на проснеженную доску. Вы уходите сегодня? Сейчас пойдем. Не судьба узнать. Правильно, вы все. Нет, ладно, ладно. Человек знает, он вам не расскажет, раз вы уходите. Но там вот еще не подошел Шамиль. Да. Ну, это не шест. Ну, вы его увидите. Ну, в принципе, он вам расскажет. Да, потому что... Олег, который вас снимает, там ходил в ма. Наш след. Наш один на парень на каске. На чуэ. Там просто вот нас такой. От нас не сошел. Мы там уходим из каски. Там было никого. Но была группа, там уходила. Фотография, я помню, фотография была. Сильный бурак, и они прям закапывают палатку. Там, а это... Такого каски-то они до каски не дойдут. Такой салончик, салончик, салончик. Просто еще раз посмотреть. На береге на интернете. Живая лавина. Это моя версия. Нет, если все, то я лавина. Живая, живая. Нет, не снег. Не снег. Живая лавина. Живая лавина. Вот один, кто будет идти, спросите. Если Шамиль с Казани, вот можете у него прям конкретно расспросить. Он знает. Он расскажет. Сегодня ночует на... Нет, у него другая версия. У него другая. Он ночует на каске, так что сегодня его не увидят. Вот завтра, да. Только завтра и встретить его, да. Не, ну... Спасибо за дисциплину. В принципе... Да не за что. О, что? Более-менее понятно. Что это понятно? Нет, я ничего не понимаю. Ну, тоже. Что ракетную версию мы убираем. Чего убираете? Ракетную версию. Только Шамилю об этом не говорите. Просто его послушайте и все. Надо. Вот вы себе просите. Пошли в сторону Лабаза. Собрались. Время обед. После дождя вот такая достаточно сырая, грязновасная. Местная тропа. Но идти можно. И даже кто-то в кроссовках пройдет. Пришли на место Лабаза. Тоже Александр проводит экскурсию. Рассказывает, где был Лабаз. Табличка на месте. Сейчас каждый начнет какие-то обследования, исследования или изучения. Судя по всему, вот это дерево. Судя по всему, вот это дерево. Так, идем сравнивать фотографии. Так, а справа хвойное дерево. Внутри предположен. Либо надо ходить. Вот что-то. Вот идет сравнение вот с этим деревом. Я не знаю, но вы же, когда закроете, влево-вправо. Вы двигаетесь влево-вправо. Нет, нет, еще смотри. Еще одно замечание. Вот видишь, эту ветку нижнюю, вот такая искреленная, вот так идет, да? Ее тут нету. Она должна быть. Ну, должна быть. Маленькая. Александр берет керн для того, чтобы определить возраст рябины. Все пробы подписываются, дотягиваются и заносится в журнал. Дальнее дерево, вон она, вот такая береза, сломанная, вот она же индейская, которая залечит. Вот дальнее дерево, вон она, вот это, справа от березы, по дальней плаве. Вот лобасу здесь будет, где стояла палатка. И вот он, дерево, вон он, вон он, вон он. И был снег, до туда. И вот здесь вот не видно вот этого дерева. Не видно, но... Вот оно. А, да, 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 потому что мы думали, что... Вот там бело сделано, оттуда. А, ты думаешь, что отсюда сделано. Да. Вот наклоном эти березы, вот он, наклоном, вот обломано. Обломано. Вот дальнее дерево, вот оно, справа от березы, вот оно. Да. Да. А вот это, вниз, с ветками характерно, ну, вот либо это, либо вот какой-то издин. Вот это, наверное, скорее всего. Вот этой елочки не было еще. Слушай, ты думаешь, что лыжа была... Палатка стояла вот так. И потом на этом месте сделала вот так вот стояла. Она была какими деревьями повышена? Она была до той березы. Вот здесь, вот тут, где две деревья. Вот береза, вот она. И вот это вот, вот это дерево. Да. Палатка стояла вот тут. Здесь склон ровный. Да. И они тянули то и то ли дерево? Ну, тут вокруг деревьев, вокруг хоть куда растягивали. Туда потянули. Потянули там. Да. Тут мы сюда могли бы тянуть и вот слою. Значит, думаешь, что она вот так была? Я думаю, так. У тебя есть фотка по... Нет, нет, нет. Запала. Проводим сравнительные на лесной местности. Сейчас все, пожалуйста. Знаешь, теперь это первое, это первое или первое. Вот, обращаясь к этому. Это второй момент. И вот здесь можно увидеть. Значит, скорее всего, могли быть палки, которые выломали, чтобы подобраться к стволовым. Да, в общем, помню. Да. Вот это. Палатку нужно как к этому ею, как к этому ею. А, к этому ею. Ну, нет, по-моему, так сказать, в вариантах, Да, у нас елена, по-моему, там нет. Схема. Ракурс на палатку. Вот так вот растянута палатка. И вот эти вот две березы. А вот эту вот, в принципе, нормально снегу добавить, так сказать. Прикрыть вниз. Туда наклонена. И там дальше торчит подходящая капель с небольшим зазором. И все это укладывается вот в эти вот 10-ти градусные сектора. Мне кажется, вот в этом. Ветер, ну, еще ветер тут бывает, сильные ветра. Ветром сломал его. И близко тут еще нет больше кера. Все кера, смотри, вот, смотри вокруг. У меня больше кера, снизу не видно. Вот, было бы, есть вода, но он в то время не рос. Там нету. Понятно. Там я ходил, там нету. Ниже там... Вот здесь у них вот, вот здесь у них вот кора. Вот эта кора. Да, значит, палатка стояла возле коры. Прямо на коры. Прямо на коры. Прямо на коры. Ты видела это, потому что у Шура не были силы показать, что он думает, что палатка не была увесена.